Приветствую вас. Надо сказать, что хоть ваша реакция и понятна на то, что происходит, что это ваш сын, что вы за него переживаете, что вы за него волнуетесь, что, безусловно, понятно, вот. Из-за этого хочется просто отметить, что своим отношением к таким, своим поведением к таким, к сыну, вы ему не делаете лучше, потому что вы не позволяете ему самому достичь критической точки. По сути, то, что вы делаете, это спасаете его. И своим отношением может быть своей гиперопекой, вот, а вы ему не позволяете как раз таки двигаться вперёд. Понятно, что эта точка зрения, она имеет свои определённые агрейки, понятно, что точка зрения, она может быть в данном случае неверной, вот, но это тем не менее. Поэтому, я думаю, что будет лучше, если вы сына оставите в покое, будет лучше, если вы позволите ему иметь то, что он имеет сейчас, сделать что-то хочет абсолютно. Вот, ну и иметь возможность для себя вам не помогать ему и не участвовать в том, что ваш сын делает сейчас, да? Не участвует в этих историях. Вот так. Так он, таким образом, он сможет куда быстрее дойти до критической точки. У него появится чувство своей силы, чувство, что он влияет на ситуацию, чувство, что от него что-то зависит, у него будет это ощущение. Вот, и он быстрее сможет от этого состояния выйти. Вот. А, соответственно, нужно понимать также, что случившееся не является случайностью, что... что... то, что произошло... в этом... есть... от счастья и... ваша ответственность. почему... 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 у... у... сына нет... своих интересов, а... нет... того, что ему... ээээ... бы нравилось, того, что... того, что... того, к чему бы он... шел по жизни своей к тому, куда бы он шел, ну вот. То есть почему, почему нет этих моментов, вот. Мне кажется, что за это ответственно и ваше поведение в том числе, ну, ваше, так скажем, ваше отношение к нему, вот. Ну, а вы можете это изменить, если, собственно, будете по-другому себя вести. С человеком, вот. Возможно, поможет восприятие сына как взрослого и просьба его о помощи вам. Возможно, есть кто-то еще, какие-то еще моменты, вот. Возможно, хорошим действием будет рекомендоваться ему обратиться к психологу детскому, ну, или оплатить ему психолога, вот. То есть вот такая вот история. Ну, в любом случае, ваш сын сам творит свою судьбу. Ваш сын хозяин своей судьбы, так или иначе. Поэтому, я думаю, что вам нужно оставить его в покое и перестать спасать его сейчас, по крайней мере. Вот. Это то, что можно сказать вам с точки зрения профессиональной психотерапии. Вы не сможете помочь ему, действуя так, как действуете сейчас. Вы сами в этом убедились. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!